Коллективное обращение граждан РФ и ДНР к президенту РФ Путина Владимира Владимировича, главе ДНР Пушилина Дениса Владимировича, а также командование СОО на территории Украины, командование ВЧ 08803, с просьбой дать разъяснение и принять меры реагирования по следующим вопросам. 1. 26.02.2022 года, согласно указу главы ДНР Пушилина Дениса Владимировича от 19.02.2022 года, номер 29, о проведении всеобщей мобилизации личного состава 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка были призваны на военную службу в нарушении пункта 2 ст. 16 ст. 17 закона ДНР номер 10 дробь НС от 26.02.2015 года по мобилизационной подготовке, и мобилизации в ДНР, а также указы главы ДНР от 22.02.2022 года, номер 32, о внесении изменений в указ главы ДНР от 19.02.2022 года, номер 29. В состав 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка были принудительные и безосновательно призваны лица, обучающиеся научной форме обучения, а также лица по состоянию здоровья, непригодные к воинской службе. Комплектование 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка проведено в нарушении пункта 4 ст. 15 закона ДНР от 02.11.2015 года, номер 84 дробь НС об обороне. В следствии чего подразделение будет сформировано из необученных гражданских лиц, не прошедших обязательную военную подготовку, согласно абзац 2 части 1 статьи 1 статьи 11 закона ДНР от 17.02.2015, номер 8 дробь НС о военной обязанности и воинской службе. Второе. В нарушении статьи номер 39 закона ДНР номер 8 дробь НС 4-му стрелковому батальону 109-го стрелкового полка без прохождения первоначальной военной подготовки и приведению к военной присяге было выдано и докоплено стрелковое оружие, с которым по настоящее время 4-й стрелковый батальон 109-го стрелкового полка выполняет боевые задачи. Также стоит отметить, что во время мобилизации никто из призванных на воинскую службу не был уведомлен о том, что будет направлен в зону проведения специальной военной операции на территорию Украины. Каких-либо документов о своем добровольном согласии в данной военной операции никто из личного состава 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка не давал и не подписывал. Третье. До настоящего времени никто из мобилизованных не ознакомлен с приказами о своем зачислении в состав 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка, а также со своим юридическим и правовым статусом нахождения на территории Украины. По прошествии 4-х месяцев личный состав 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка не имеет на руках каких-либо документов о том, что они проходят воинскую службу. Четвертое. По состоянию на сегодняшний день личный состав 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка находится в зоне активных боевых действий на первой линии обороны. Более 100 дней без ротации. За 120 дней с момента мобилизации личный состав 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка ни разу не был в законных отпусках, ни разу не получали денежное удовольствие ни личный состав, ни их семьи. Пятое. По состоянию на сегодняшний день 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка медицинское обслуживание не налажено. Возможность лечения у мобилизованных хронических заболеваний напрочь отсутствует. Шестое. Находясь в зоне активных боевых действий на первой линии обороны, личный состав 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка не имеет средств защиты, такие как бронежилеты и каски. В мае месяце было выдано личному составу разукомплектованные старые бронежилеты, частично без бронепластин, с видимыми механическими нарушениями, повреждениями, эксплуатация которых запрещена инструкцией на самом бронежилете, отсутствуют средства связи и приборы ночного видения. Седьмое. Четвертый стрелковый батальон 109-го стрелкового полка неукомплектован командирами и офицерами, которые бы имели боевой опыт и понимание происходящего на поле боя в зоне активных боевых действий. Восьмое. Личный состав 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка за весь период нахождения в зоне активных боевых действий на первой линии обороны потерял в трехсотыми 26 человек, в двухсотыми 12 человек, в безвести пропавшими 11 человек, в Сочи 3 человека, с писанными по заболеваниям и прочее 44 человека. Личный состав на данный момент составляет 212 человек. Длина линии обороны составляет 24 километра. Личного состава перекрыть весь фронт не хватает. Ввиду с участившимися артовстрелами, авианалетами БСУ, не имея поддержки от подразделений армии РФ, личный состав 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка, имея при себе только стрелковое оружие, деморализован, боевой дух сломлен. Мы стали заложниками ситуации некомпетентного командования, которое нарушает права гражданина и законы РФ и ДНР. Мы требуем 1. Ротация 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка в зоне активных боевых действий первой линии обороны. 2. Возвращение на территорию ДНР 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка вместо постоянной дислокации. 3. Направление 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка на охрану государственных и стратегических объектов в тылу на третьей линии обороны на территории ДНР, как и полагается мобилизованным резервистам. 4. Предоставить личному составу 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка положенные отпуска за весь период прохождения в зоне активных боевых действий. Решить данные проблемы можно только на высшем уровне. Мы просим вас не закрывать глаза на грубейшие нарушения и принять незамедлительные меры по их предотвращению, так как нахождение 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка в зоне активных боевых действий на первой линии обороны незаконно. Добавь, что мы обращались к высшестоящему нашему руководству, они от нас просто отмахиваются, которые находятся здесь. Просто от нас отмахиваются. Сказали никаких вам ротаций, ничего. Максимум 2 дня Береславля. Все. А также на сегодняшний день раненых уже больше, чем... Кто-то что-то еще хочет добавить? Пока по одному из них кто-то что-то хочет добавить. Все.